Инновационные аспекты применения апоморфина в лечении болезни Паркинсона – это тот вариант применения этого препарата, который мы считаем на самом деле очень важным прорывом возможности совершенно новых подходов к лечению поздних стадий болезни Паркинсона. Тех стадий, которые инвалидизируют пациентов и на которые можно влиять для того, чтобы качество жизни могло быть контролируемое. Пациенты продолжали все те свои функции двигательные, моторные, немоторные, которые свойственны этому заболеванию, но которые поддаются лечению сейчас этим инновационным веществом, которое называется апоморфин. Вот невозможно не сказать о том, что апоморфин ведь не назначается, когда нет к тому оснований, а основания формируются нашим пониманием сути этого процесса, тем, что болезнь течет очень плавно, и иногда скорость, прогрессы этого заболевания очень разнится, она индивидуальна, поэтому здесь мы говорим о идеологии персонифицированного подхода к лечению наших пациентов. Видим, что симптомы заболевания медленно нарастают, они очень тесно переплетаются друг с другом и включают такие проявления болезни Паркинсона, которые дают в первую очередь нарушение постуральных функций, это на поздних стадиях течения заболевания, и иногда даже при средней выраженности течения заболевания одни симптомы мало проявляются, а именно постуральные нарушения, о которых мы сейчас поговорим, проявляются очень и очень ярко. Ну и терапевтические стратегии в этом смысле, конечно, были направлены на поиск различных лекарственных препаратов, которыми можно было сопоставить стадийность течения заболевания и возможность влиять на эту стадийность. Это, в первую очередь, конечно, препараты леводопы, вы видите, по годам здесь четко на этой линейке показаны эти лекарственные вещества, и вот мы имеем сейчас, когда мы пришли уже, ну, не только к 17-му, но уже к 21-му году, весь этот блок лекарственных препаратов в нашем арсенале есть, и мы знаем механизм их действия. Мы знаем не только механизм действия, но и мишени преломления лекарственных препаратов, которые работают на пост- и прессинаптическую часть дофиминергического нейрона, которые составляют потом гармонию комплексной патогенетической терапии, и у каждого пациента акцент на тот или иной класс лекарственных препаратов будет разным. Апоморфин, видите, здесь на пост- и прессинаптическую часть дофиминергического нейрона работает. Он работает на Д2-рецепторы и имеет в этом смысле свою специфику механизма действий в самоотношении с другими медиаторами мозга. Конечно, парадермальная стадия болезни Паркинсона совсем коротко длится у пациента, а вот более выраженные моторные нарушения, которые составляют такие вещи, как феномен изнашивания эффекта разовой дозы, wearing off, on-off fluctuations, и различные дискинезии, которые имеют транспортную основу, то есть неактивно препарат захватывается нейрональной тканью субстанции НИГР, и возникают эти дискинетические, очень осложняющие течение заболевания, состояния. Леводопорезистентные симптомы, конечно, вот когнитивные нарушения, они сюда очень четко примыкают, мы сейчас очень много о них говорим. Вот амбоморфин инфузии его в данной ситуации является, будем говорить, лечением для спасения пациентов, спасения от тех случайных обстоятельств, на которые говорила Марина Анатольевна Быстрицкая сегодня, когда говорила, что болезнь Паркинсона – это болезнь падения, падение пациентов. Какие сейчас мы применяем в своей практике критерии развернутой стадии болезни Паркинсона, это всем известно в мировой литературе и в различных центрах, когда мы работаем, мы видим, что у нас отношение к оценке развернутой стадии болезни Паркинсона одинаковое, благодаря этой так называемой Дельфи-панели, которую предложил Антонини с авторами в 2015 году. В первую очередь это двигательные нарушения, это умеренный уровень дезадаптирующих двигательных флюктуаций не меньше двух часов в течение дня в состоянии выключения, то есть когда разовая доза леводопы не работает. Не меньше одного часа в сутки состояние дезадаптирующих дискинезии при умеренном общем уровне дискинезии. И дезадаптирующая дисфагия – это тяжелая инвалидизирующая симптоматика. Прием леводопы у этих пациентов не меньше пять раз в сутки, то есть они привержены к лечению, они до такой степени смотрят на часы для того, чтобы принять препарат вовремя, иначе возникают осложненные варианты двигательных функций, и мы это сейчас увидим. Немоторные признаки – это флюктуация немоторных симптомов и функциональные проявления, такие как повторные падения, если их можно назвать функциональными, но тем не менее, да, это нарушение регуляции постуральных функций, необходимость посторонней помощи и невозможность выполнять те виды деятельности в течение часа, когда пациент ловит буквально несколько минут для того, чтобы себя обслужить, для того, чтобы что-то выполнить в быту, и умеренное нарушение возможности передбежения. Вот эта Дельфи-панель, она укладывается хорошо на эффективность леводопы, когда мы видим, что терапевтическое окно влияния этого препарата, который является абсолютным заместительным агентом для лечения болезни Паркинсона, очень сужается, и эти размеры терапевтического окна как раз выражаются в таких осложнениях, как феномен включения-выключения, дискинезии, и в настоящее время существуют препараты, которые могут влиять на время возникновения этих проявлений и возможность с ними работать врачу. Это, конечно, промепиксол, это была та стадия изучения препаратов, которые могут влиять на время возникновения осложнений, которая параллельно шла вместе с исследованиями апоморфина. И здесь я хочу сказать о том, что вот апоморфин как раз, это как нейрголиновый организм дофаминовых рецепторов, он, ручка апоморфина, много, активно и сейчас широко применяется в протоколах введения поздних стадий болезни Паркинсона. Колоссальную роль и колоссальное по весу значения работ, которые провел профессор Эндрю Лис, и когда можно было говорить о том, что действительно инвалидизирующие леводопо-тискинезии могут быть действительно курабельны с помощью агонистов дофаминовых рецепторов. Здесь имеется в виду и управление этими состояниями в виде апоморфиновой аппликации. Это можно и помпу апоморфиновую, и можно ручку апоморфиновую для одноразового введения. Вот дискинезии, вы видите, они до такой степени инвалидизируют пациента, что вот эти завалы, верхний кривой такой, это проявление полной обездвижности или так называемых непрогнозируемых фризингов, когда пациент не может двигаться, а туловище идет вперед, и, конечно, риск падения колоссальный. Вот эти исследования, которые профессор Эндрю Лис сделал, были опубликованы тогда и произвели впечатление на коллег-паркинсонологов в виде рекомендации для монотерапии апоморфином в лечении моторных осложнений болезни Паркинсона. Это было подсуммировано длительное исследование на 64 пациентах. Очень часто сравнивают возможность применения ручки апоморфина и помпы, но, конечно, это менее инвазивное и более близкое к практике исследование было проведено, когда были сделаны выводы о том, что ручка апоморфина на самом деле она очень выгодна для пациентов, для того, чтобы они могли не нарушать свое качество жизни в течение дня. Имеет, конечно, ручка апоморфина много преимуществ. И сам по себе апоморфин в сравнении с такими вариантами ведения пролонгированных и поздних стадий болезни Паркинсона, как глубокая стимуляция мозга и как другие виды, будем говорить, уже продвинутого лечения поздних стадий болезни Паркинсона. Это сравнение можно привести также, и когда мы смотрим возрастные аспекты, где мы можем выбрать, какой вид лечения. Вот вы видите здесь подкожное введение апоморфина у людей старше 65-70 лет являются предпочтительным, если мы сравниваем это с возможностью глубокой стимуляции мозга и доденальных инфузий леводопы-карбидопы. Вот, и эти исследования тоже были продолжены, когда видели, до какой степени предпочтительны мы можем говорить о апоморфине, влиянии его на степень выраженности немоторных нарушений. В общем, эти моменты, конечно, являются важными для того, чтобы можно было давать рекомендации по назначению именно такой формы введения апоморфина, как подкожные инфузии у пациентов с болезнью Паркинсона. Эти исследования проводятся и по сей день. Это так называемое всем известное исследование ТОЛЕДО. Оно было начато очень в ранние периоды еще в прошлом веке, но вот сейчас эта леодостадия покрывает историю всего применения апоморфина. Хочется сказать о том, что очень часто возникают вопросы о сравнении подкожных введений апоморфина и с такими быстродействующими формами леводопы, как диспергируемая форма модопара, это леводопа-бензирозит, гибитор дофодекарбексилаза-бензирозит. Двойное слепое исследование было проведено по сравнению времени начала действия подкожных инъекций апоморфина при помощи сплес-ручки с диспергированной леводопой. Опубликовано это исследование в американском журнале. 12 пациентов с болезнью Паркинсона и тяжелыми флюктуациями, которые не принимали лекарственные средства в течение 12 часов до начала исследования в 9 утра и получали исследуемые лекарства два дня подряд. То есть пациент шел абсолютно наивным утром. Он получал, одна группа пациентов получала диспергируемую форму модопара, другая группа получала подкожную инъекцию апоморфина. Быстрота включения апоморфина была значимо лучше, быстрее, будем так говорить. Если 27 минут нужно было ждать включения диспергируемой формы модопара, то здесь, конечно, это время значительно сокращалось до 8 минут. Ну вот продолженные эти исследования были также, когда сравнивали утреннюю акинезию у больных болезнью Паркинсона, многоцентровое исследование, в которое участвовали 12 исследовательских центров США. Оно включало 97 пациентов. И целью было оценить время до включения, во время лечения апоморфином, сравнительно с начальным периодом лечения леводопа. И что же было получено? Это исследование Саксона с его авторами, что подкожные инъекции апоморфина продемонстрировали большую эффективность касательно восстановления состояния включения сравнительно с монотерапией леводопа. Это клиническое улучшение было продемонстрировано практически у всех пациентов. И меньшая частота отсутствия эффекта на дозу также была у этих пациентов. Было более быстрое включение самой леводопы, когда можно было наблюдать эффект действия разовой дозы препарата. И вот доцептон. Доцептон – это именно тот инновационный прорыв, о котором мы хотим сказать и подчеркнуть, что этот препарат фармакологической компании Эвер является в настоящее время в наших руках. Он зарегистрирован в Украине, и его действие фармацевтическое можно обсуждать в сравнении с теми исследованиями, многочисленными исследованиями базовыми, которые были проведены по апоморфину, который является действующим веществом доцептона. То есть мы еще раз подчеркиваем, что апоморфин – это прямой агонист дофаминовых рецепторов типов D1 и D2. Клиническое действие препарата начинается быстро, через 4-12 минут и продолжается недолго, приблизительно час. Но иногда, под нашим данным, я хочу сейчас их потом показать, это действие может продолжаться и в течение полудня, будем так говорить. Демонстрирует эффект очень хорошего у пациента с болезнью Паркинсона, особенно склонных к падениям, когда есть эффект замораживания старт-рефлекса, то есть фризинг-феномен. Апоморфин, в отличие от леводопа, является независимым от дофаминергических терминалей, которые сберегают и высвобождают дофамин. И поэтому его эффективность не снижается при уменьшении их количества. Это очень важное заключение. Комбинация децептона и пероральные леводопы, вы видите, вот то, что пунктиром показано сверху, это возможность управлять концентрацией леводопы в плазме крови, когда добавляется апоморфин и нет вот этих углублений, которые свидетельствуют о резком ухудшении моторики пациента. Пациенты с моторными флюктуациями могут получать пользу от комбинации децептона с леводопой для перорального приема. Это тот вывод, который мы можем сделать из этих исследований. Децептон, его показания очень тщательно исследованы. И я буквально на нескольких из них остановлюсь для того, чтобы можно понять, какие пациенты могут подходить для лечения децептоном. Лечение моторных флюктуаций. Это, во-первых, феномен включения-выключения, состояние которых недостаточно контролируется пероральными противопаркиносидническими препаратами. И вот противопоказания. Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из богатых веществ. Угнетение функций дыхания, деменция, психические заболевания или печеночная недостаточность. Почему мы говорим о деменции и психических заболеваниях? Потому что пациент, имея эту ручку, ну, будем так говорить, условно, в кармане, должен понимать, когда ему нужно вводить препарат и как он должен ощущать эффект этого препарата, в какое время суток. Пациенты, которые имеют ответ включения на леводопус тяжелой дискинезией, противопоказания, сопутствующее применение антонцитрона. И дети и подростки возрастом до 18 лет. Ну, это понятное дело, конечно. Препарат для наших пациентов. Существуют такие исследования, которые, видите, они показали возможность объективизации, улучшения походки, когда титруются лекарственные препараты, вот он фиксируется, специальный ботинок одевает пациент. И оно действительно тогда объективизировало эффект различных доз лекарственного препарата, особенно когда нужно было показать, что это очень эффективное средство. Посмотрите, какие есть показания для исследования, для приприменения ручки апоморфина. Во-первых, умеренно выраженные проблемы моторной флюктуации больше двух часов в день с симптомом выключения. Больше одного часа в день проблемной дискинезии, умеренно выраженной дискинезии, проблемной дисфагии. И минимум пятиразовый прием препаратов леводопы в течение дня. То есть эта формула 5-2-1 является ключом к тому, чтобы мы могли говорить, подходит препарат данного пациента, можем ли мы рассматривать его применение или нет. 5-2-1. И вот это была совершенно такая, знаете, знаковая конференция в Вене, в Австрии, на которой побывала наша сотрудница Таня Гасюк. Она много вопросов очень задавала. Чедури – это лидер в исследовании агонистов дофамильных рецепторов, и в частности ручки. Мы, конечно, благодарны компании ЭВР, что такая была возможность нашему сотруднику побывать на этой школе образовательной и получить опыт для того, чтобы потом нашим пациентам рекомендовать препарат этот для длительного применения. Критерии отбора пациентов, конечно, они предусматривают 5-2-1, отсутствие противоказания, отсутствие синдрома дофаминовой дезрегуляции. Потому что если эти пациенты были долгое время на дофаминовых агонистах, они имеют импульсивно-компульсивный синдром, они имеют возможность бесконтрольного применения леводопы, и никакой возможности у нас не будет встроиться сюда этим пациентам применение ручки. Есть четкие совершенно, я сейчас их просто пролистаю, противопоказания для апоморфина. Это то, что было показано в исследованиях Эндрю Лиса и опубликовано в 2018 году. И апоморфиновый тест, который проводится обязательно, если будет возможность нам сделать мастер-класс по этому препарату, мы бы, конечно, показали очень подробно, как можно пациентов подбирать для апоморфина, и как проводить этот апоморфиновый тест. Просто так назначить препарат получается невозможно, нужно очень много учитывать обстоятельств. Есть побочные явления, которые ассоциированы с введением апоморфина. Это тоже было в этой публикации Лиса показано. В первую очередь это гематологическая, гемолитическая анемия, психиатрические психозы и много ассоциированные с этим когнитивные нарушения. Это системная усталость, тошнота и много таких вот моментов, которые являются возможностью решить вопрос, продолжать или не продолжать этот препарат. Если продолжать, то значит, привыкнет или не привыкнет пациент к этим побочным явлениям, можно ли их потом обойти. И локальные такие подкожные нодули, которые возникают во время у пациентов при длительном применении апоморфины. С ними тоже нужно уметь работать. Изменения должны быть в приеме препаратов перед процедурой титрации дозы обязательно. Это протокольное дело. Какое время должно пройти после отмены, допустим, леводопы, ингибиторов катехоламинтрансферазы, ингибиторов МАО-Б и других, имеющихся в комплексном лечении препаратов. Изменения в приеме препаратов перед процедурой титрации. Это четкие позиции. Нужно сделать кардиограмму, чтобы не было противопоказаний. Начать пероральный прием домперидона во избежание тошноты. Сделать паузу в приеме пероральных противопаркиноценических препаратов для того, чтобы пациент был выключен перед началом процедуры. Только тогда мы можем увидеть истинное действие апоморфина. Ну и вот он имеет препарат Досептон. Такой вид. Ручка очень компактная. Она очень удобная. Она в металлическом корпусе. Она в такой коробочке лежит. Пациенту удобно ее носить в своем каком-то рюкзачке, где он может это делать. Автоматическая система доставки обеспечивает возможность использования у пациента с моторными нарушениями при болезни Паркинсона этого препарата. Возможность коррекции дозы и функции безопасной остановки гарантирует высокую безопасность и комфортное использование. И мощный металлический корпус, который дает возможность использовать эту ручку до трех лет. То есть ручка есть, остальное уже к ней прилагается. Вот рекомендации Национального института здоровья и оказание помощи на АЭС американский за 2017 год включены в применение апоморфина для болезни Паркинсона. Различные стадии заболевания. В основном, конечно, это продвинутая стадия болезни. Мы в своих рекомендациях, которые были изданы нашим институтом в 2017-2019 году, уже рекомендовали применение апоморфина в поздних стадиях болезни Паркинсона. И вот здесь бы я хотела попробовать включить этот видик, который дает возможность нам увидеть, как движется пациент и какие бывают у него застывания, когда он ходит. И что это такое? Сергей Анатольевич, я думаю, вот. Вы видите, здесь даже внешние вроде бы симптомы болезни Паркинсона не очень выражены. Это как раз и есть персонифицированная оценка тех симптомов, которые у каждого человека развиваются по-своему. То есть мы всегда говорим о том, что сколько паркинсонизмов, столько и разных видов проявлений у каждого человека. Вот человек идет вроде бы спокойно, а при возможности и необходимости поворотов у него возникает застывание, когда он может и упасть, не контролируя свои… Посмотрите, что творится. Таких пациентов мы тоже хватаем у нас в коридоре и видим, что это является показанием. Вот он прилип, и все, этот пациент. Вот это называется истинный фризинг, замораживание. Сейчас он как-то переформатирует свою волевую команду для того, чтобы можно было идти. Вот проба Тевинара, видите, какая? Четыре шага назад. Это показатель выраженных постуральных нарушений при мягко выраженной акинерикоригидной симптоматике. Обязательно врач должен стоять близко к стенке, потому что вместе с пациентом можно упасть. Ну вот это то, что я хотела показать, потому что вот это типичный фризинг, при котором можно назначать препарат. Хотелось показать на несколько наших случаев, если это возможно сейчас. Если запустится и видит, будет хорошо. Нет, значит, вы нам поверите на слово. Это пациентка, которая болеет 13 лет. Она принимает препараты леводопы 9 лет с позитивным эффектом. Три года тому назад появился у нее онов-феномен и дискинезия, и туловище, и рук. За последнее время присоединились сегодняшние эпизоды непредсказуемых феноменов фризинг за 40-60 минут до следующей дозы леводопы, что значительно ухудшило качество жизни пациентки. Период ОВ-2. Значит, вы видите, здесь получается 2, 1 и 6. Значит, получается почти 1, 2, 5. Это формула, которая дает нам основание этой пациентке назначать препарат. Что дальше происходит? Мы даем схему лечения противопаркиноцинических препаратов. Она суммарную дозу леводопы получала 762 мг в сутки. И, конечно, эта доза была большая. Вот время каждые 3 часа она принимала леводопу. Тут нужно сделать несколько обстоятельств, которые немножко, конечно, время удлиняют осмотр пациента. Это так называемый дневник хаузера, когда пациент отмечает свою дневную активность вот такими специальными значками. И мы видим, как до и после применения препарата меняется его движение. Они у него меняются действительно здесь вот так. Здесь вот кусок такого белого-белого, когда он не двигается. А здесь пациент двигается все это время, потому что в этом свою роль сыграл апоморфин. Вот здесь пациенту дается... Она чертит сама график, и мы ей подобный график вычерчиваем для того, чтобы смотреть эффект апоморфина после определенных состояний, которые предвосхищают ее застывание, этой пациентки. Вот это мы сделали графически. Татьяна Васильевна этим у нас занимается очень активно и скрупулезно. Это изменение балла по шкале ЮПДРС до и после подкожного введения доцептона. Вот, пожалуй, и здесь мы бы хотели, конечно, показать этот видеосюжет, но, вероятнее всего, он... Она запустилась, моя хорошая. Она запустилась. Эта пациентка, видите, она очень-очень тяжело идет. И эти такие рывки движения абсолютно непрогнозируемые. Вдруг ее, как говорят пациенты, отпускает, а потом она застывает и не может двигаться. Идите, идите дальше. И еще. Прилипла. Она прилипла к полу. У нее поза, видите, солбенная такая и тенденция к пропульсии. Очень большой риск падения у этой пациентки. Она здесь тренируется, как ей нужно пользоваться ручкой. И это контролируем. Показываем пациентке предварительно. И вот сейчас идет такое контрольное введение апоморфина для того, чтобы вам показать, как это на самом деле нетрудно делать. Пациентка полностью адекватна. Она, ну, будем говорить, относительно когнитивно сохранна. По ММСИ у нее 27 баллов. То есть, ну, почти приближается к таким вот вариантам. Ну, обычный бытовой, маленький такой когнитивного неудобства. Когнитивного неудобства. Она берет эту ручку, вы видите, как очень просто. Там мастюшенькая такая иголочка. Она быстренько вкалывает себе сюда подкожную жировую клетчатку на брюшной поверхности. Все. Потом она сложит эту коробочку. Видите, здесь лежит коробочка. Такая удобная, где есть и иголки, и сама по себе ручка. Вот сейчас отпустит, она уже ввела. Там видно, там шкафа измерная такая. Видно, как вводится препарат. Она замедленная. Видите, акинетика, ригидная симптоматика выражена, как немножко в замедленной съемке такой пациентка находится у нас. И вот она сейчас пойдет. Посмотрите, практически нельзя сказать, что у пациентки болезнь Паркинсона. Она идет совершенно свободно, раскованно и чувствует себя человеком абсолютно адекватным без этих тяжелых состываний, которые у нее были. Другое дело, сколько раз в день нужно вводить препарат и остальное, что мы можем в данной ситуации сказать. Ну вот и это дальше. У нас есть еще пациентка, которая болеет 18 лет. Два часа в день у нее офф-периоды, больше часа в течение дня. Принимает препарат леводопы шесть раз в день. Суточная доза леводопы у нее гигантская, 1250 миллиграмм в сутки. При всем при том, что 1000 миллиграмм является рекомендованным уровнем, ну, достаточным для того, чтобы больше не увеличивать дозировку. Нам приходится этой пациентке давать дневник Хаузера. И мы видим, как А, до и Б, после лечения у нее улучшается на апоморфин двигательная активность. Вот здесь она полностью хорошо идет. Вот здесь она полностью хорошо идет. И здесь вот АПА, видите, 3,5 миллиграмм здесь Татьяна Васильевна вывела вот эту вот дозировочку здесь. Вот здесь она хорошо ведет. Значит, несколько раз в день по 3,5 миллиграмма пациентка подкалывает себе апоморфина. Это график, как она рисует свои, будем так говорить, как они называют пациенты, завалы в движениях. Это достоверное изменение до и после UPD-RS, так меняется ведение апоморфина. И эта пациентка у нас, у нее вообще очень специфическая такая моторика. Видите? Ой, она почему-то наоборот пошла. Это так уже получается. Ну вот она еле-еле можно наклонить голову, простите, пожалуйста, посмотрите так. Она держится за стенку, у нее еще халюс-халюс, и она имеет тяжелый артроз коленных суставов. Ну, не будем дальше ее мучить, эту пациентку, видиком этим. Тут пациентка показывает нам тоже наоборот, вот как она делает эту пробу плантарную по объективизации и ригидности. Дальше мы посмотрим, может быть, здесь включится нормально, как она идет? Как она идет после введения поморфина? То есть она идет почти без помощи, она идет действительно без помощи, походка вычурная, понятно, но она же движется, она не застывает, и здесь совершенно по-другому она выполняет эти пробы. больше не будем за сутки времени это показывать. Ну, и вот там 67 лет пациентка тоже у нее, децептон был применен в дозе, а это ее же, 3,5 миллиграмма в сутки. И следующая пациентка, она молодая, достаточно 59 лет, 16 лет уже болеет. Это к вопросу о том, является это возраст зависимым, то есть свойственным старческому возрасту. Нет, конечно. И тут все критерии 5,2,1 по Чедури очень хорошо укладывается. 300 миллиграмм в сутки у пациентов была всего леводопа, и при этом у нее были выражены постуральные нарушения. Невни Хаузера показал, что введение апоморфина дает хороший очень результат, и пациентка видите, до и после имела такое количество баллов по ЮПДРС. Но я, наверное, не буду ее показывать, времени у меня очень мало, то есть совершенно почти истекло это время, и опять они почему-то перевернулись, но это не наша динарка. Мы ее снимали так, как положено эту пациентку, видите, она тоже идет с застываниями, здесь она показывает эти пробы, но и дискинезии у нее очень выражены. Вот так и все. И вот так она идет сейчас, эта пациентка. последнее, что покажу, если, а вдруг она не перевернется, перевернулась. Ну, видите, как она идет, она идет совершенно свободно. Слава Богу, мы ей дали возможность чувствовать себя человеком более, так говорить, функциональным, который может справляться со своим состоянием. Возникла тошнота, ортостатическая гипотензия, применение децептонов, пришлось тогда ей остановить этой пациентке. Ну вот, и опять-таки о децептоне, и опять-таки о том, как он применяется у наших пациентов. Я думаю, что этого пока достаточно, что я могла сегодня показать. 10 миллиграммов на миллилитр, это во флакончике децептона. Спасибо большое за внимание, за терпение. Спасибо. Спасибо.